Итак, всем привет! Сегодня мы поговорим о репле, о том, что есть важные события, которые в принципе повлияют на токен XRP. И в частности, они ожидаются весной 2023 года. И причем это не одно событие связано с судебным процессом, а это также связано со SWIFT. Потому как SWIFT переносит запуск ICO-222 на март 2023 года по просьбе мирового сообщества. Это очень важно, потому как это не одна новость, которая в принципе сможет взорвать токен XRP именно весной 2023 года. Потому как вы знаете, что в 2023 году Ripple скорее выиграет судебный процесс и завершит, покончит окончательно с этим делом. И SEG может столкнуться с тяжелыми поражениями от Ripple и об этом мы поговорим, какие они будут. Что касается рынка криптовалют, то сейчас, значит на момент записи видеоролика, мы также лицезреем на триллионную капитализацию. То есть, как ни крути, но рынок постепенно показывает нам, что он готов выходить с длительного флета, с длительного накопления, которое было по большому счету с начала июня. И вот сейчас, спустя почти полгода, мы видим уже потихоньку рынок начинает потихоньку выходить наверх. Также, что примечательно, то что Bitcoin Dominance у нас падает сейчас, доминирование биткоина. Конечно, некоторые альткоины показывают рост. И также мы, конечно же, можем лицезреть то, что так или иначе, если Bitcoin Dominance падает, то рано или поздно он будет расти. И когда растет, в принципе, Bitcoin Dominance, это делается так же на момент медвежьего рынка. Такое может быть. Поэтому те, кто там сейчас раскидывает биткоин на какие-то щиткоины, трижды, конечно же, подумайте. Если мы говорим про XRP, то по XRP какая у нас картина, давайте разберем к USDT. По XRP у нас был заброс, соответственно, даже два заброса. Если мы будем смотреть дневной таймфрейм, то у нас была здесь двойная вершина. И пока что XRP находится в коррекции и в таком даже боковом накопительном положении. У нас есть зона поддержки, довольно-таки сильная и себя зарекомендовавшая. Это 44,5 цента. И, соответственно, также у нас уже есть зона сопротивления. Это район 47,5 цента. То есть это можно отметить. И, соответственно, выход за данный диапазон будет уже, в принципе, диктовать токену, что дальше делать, куда ему дальше идти. И я считаю, что, в принципе, вполне себе очевидно, что после данной коррекции здесь еще какое-то боковое движение будет. Но вот прям какой-то жести я не думаю, что здесь будет. Потому что сам токен XRP стоит 45 центов. Его длительно накапливали, там около 30 центов. А сейчас, как и с биткоином, у китов стоит задача, гнать ли дальше рынок наверх. И как, в принципе, поиметь по максимуму с хомячков на рынке криптовалют. Поэтому, если вы не хотите быть жертвой, то приглашаю на свой телеграм-канал. Здесь мы зарабатываем и, соответственно, даются точные прогнозы на рост той или иной монеты. Ну и в целом, в принципе, иногда говорится о рынке. Потому что о рынке, в принципе, говорил я еще ранее. Поэтому здесь я считаю, что нам следует, в принципе, ожидать, что будет делать батя биткоин. Пока батя биткоин находится в боковом движении. Пока здесь нету какой-то критической такой отметки. Поэтому здесь я еще ожидаю боковое движение. А каких-то супер движений наверх или вниз не ожидаю в ближайшее время. Что касается, значит, того, что по SWIFT, да, то, что ICO 222, вот этот стандарт, он переносится на март 2023 года. Здесь говорится, это уже в официальном сообщении. То есть, если вы будете искать первоисточнику, то вот, пожалуйста, это есть на SWIFT.com. И вот здесь, в принципе, SWIFT принимает запрос сообщества о начале перехода на ICO 222 в марте 2023 года. Примечательно, что Ripple, в принципе, уже к этому моменту скорее решит свои проблемы с SEC. И здесь уже будет довольно-таки очень интересно разворачиваться компания. И токен XRP станет нечто большим. И он будет, естественно, в этом играть, возможно, не самую главную роль, но одну из ключевых. Поэтому на это обратите ваше внимание. Поэтому здесь, в принципе, ICO 222, кто не знает, это глобальный стандарт данных для современного обмена платежными сообщениями. Между финансовыми учреждениями и платежными системами. Поэтому здесь, в принципе, в трансграничных платежах все было ограничено все время. Вот это использование. Но в результате Ripple и варианты RippleNet стали пионерами и принятие ICO 222 для трансграничных платежей. Поэтому XRP в данном случае это цифровой актив и он играет одну из ключевых ролей. Поэтому некоторые коммерческие программы обеспечения Ripple имеют поддержку ICO 222, но это не имеет прямого влияния на XRP или XRPL, по крайней мере, сейчас. Поэтому я считаю, что следует на 2023 год рассмотреть также токены, которые будут поддерживать и соответствовать стандарту ICO 222. Если мы говорим про, естественно, эти токены, это вы знаете IOTA, это XDC и это там еще есть другие токены. Некоторые говорят Cardano, но это стоит изучить. Что касается, значит, поддержки NFT на XRP Ledger, здесь приближается к запуску. Это вся движуха и разработчики запустили XLS 20 в тестовой сети в январе 2022 года, чтобы внедрить встроенную поддержку NFT в XRP L. Что касается SEC, то она может столкнуться с тяжелым поражением от Ripple. Здесь, скорее всего, эксперты рассуждают, что SEC проиграет дело, результат будет огромным для криптоиндустрии. Это также может дискретировать тест HUE. И здесь, однако, по мнению юристов, шанс регулятора на победу становится все меньше. Борьба Ripple продолжается. У SEC не было, кстати, союзников, даже собственных свидетелей-экспертов, которые в конечном итоге дали защиту защите. А у Ripple были. Поэтому на это тоже стоит акцентировать свое внимание. Что касается доступа к финансовым услугам, проблемы конфиденциальности. Если мы говорим про CBDC, то здесь в твите компания Ripple ссылается на статью Digital Pound Foundation. Некоммерческая организация, занимающаяся разработкой и внедрением цифрового фунта. И здесь, собственно, компания присоединилась к Digital Pound Foundation в октябре 2021 года. А вот здесь стоит отметить, что так или иначе все это будет способствовать расширению доступа к финансовым услугам. Если мы говорим про Деверта от Шварца, то он высказался о цене XRP. Он отметил, что восприятие цены XRP зависит от конкретного периода времени. И Шварц указал тут факт, что XRP превзошел Bitcoin и Ethereum с начала года. Действительно, если сравнить потери в цене Bitcoin, Ethereum и XRP с начала года, то Bitcoin упал на 56%, Ethereum упал на 59%, а XRP упал на 45%. То есть XRP упал меньше вот этой главной двойки криптовалют, Bitcoin и Ethereum. Что касается Blockchain Association, она хочет поддержать Ripple. И здесь, собственно, это правозащитная группа из Вашингтона, а круг Колумбия стремится дать контекст более широким посредствам, которые постановление может иметь для криптоиндустрии. То есть, как ни крути, мы нашли еще одного союзника Ripple в деле против SEC. Поэтому, подводя итоги рынка криптовалют, что можно сказать, что ключевые даты, ключевые события, которые будут разворачиваться вокруг Ripple, компании, вокруг токена XRP. Это весна 2023 год. Именно к этому моменту или уже весной закончится судебный процесс. Но я надеюсь, что он будет в пользу Ripple. И также уже будет запуск SEO 222, который будет поддерживать 87% глобальных финансовых транзакций. И это довольно-таки важно. Поэтому я считаю, что здесь мы стремимся к тому, чтобы уже XRP, в принципе, не рисовал такое унылое движение сейчас на рынке, а весной уже рисовал нечто интересное. Поэтому я считаю, что скорее у нас будет весной all-time high. И, естественно, он будет XRP намного-намного выше, нежели был там в 2018 году. То есть, вполне себе у нас есть карбланш на хороший рост. Ну и плюс картина глобальная по XRP, она очень благоприятна. Почему? Потому что мы оттолкнулись от дна. То есть, мы оттолкнулись выше дна, которое было у нас в 2020 году. И это может говорить о том, что мы собираемся еще выше, лететь наверх. Плюс не забывайте, что появляются новые киты, новые кошельки. И в последнее время их активность заметно увеличилась. Всем пока и до новых встреч.